Сергиево-Посадское отделение Союза художников России начинает свою историю с 1943 года. Трудное военное время. И вот группа из 17 человек, среди которых были Барченков и Беляев, открыли выставку в трапезной лавре. С этого момента и начался отсчет нового этапа художественной жизни Сергиева-Посада. За эти годы наша организация разрослась. Конечно, у нас сейчас 157 человек. Для такого маленького города и района, конечно, это очень большое количество художников. На выставку, посвященную 75-летию Сергиево-Посадского отделения Союза, собрались почти все местные художники. При этом картины в залах висели в два ряда. Сказывалась нехватка выставочных площадей. Разговоры о необходимости большого выставочного зала идут уже давно, но пока все без изменений. Надо, конечно, нашим властям больше обращать на это внимание, потому что, еще раз повторюсь, это наша культура. Это хранители и наших традиций, православных традиций, если хотите. Ну и, в общем-то, конечно, такого искусства, как живопись. Тем более, здесь сейчас звучали слова реалисты. А почему реалисты? Потому что они действительно оставляют то, что мы должны хранить дальше. Они сохраняли и сохраняют то, что рядом с нами. Ведь многих вещей или многих домов уже сейчас нет. Все снесли, что-то заменили, что-то разрушилось само по себе или любят у нас гореть дома. А они оставили на своих полотнах вот эту нашу историю. Каждый художник на этой выставке видел общую картину всего Сергиево-Посадского отделения Союза художников. Вспоминал свой творческий путь. Официально в Союзе я с 93-го года. А впервые я участвовал в выставке вот в этом зале. Вот в том зале в 1968 году. То есть вот 68? Сколько там получается? 40 лет. 40 лет в этой организации, да. А вот вы познакомились с юбилейной выставкой. Расскажите, пожалуйста, какие впечатления вообще, что вы чувствуете, что вы вспоминаете, глядя на эти картины? Ну, эта выставка, она интересна тем, что это срез на 2018 год вот этого нашего пути, который Союз уже проходит 75 лет. Моя работа представлена вот там в зале, это «Дорога в Лавру». Вот где-то написано 60-е годы. Вот размер 100 на 120. Я пишу с натуры тогда писал, был молодой и на морозе, и под дождем писал. И сейчас я пишу пейзажи, переславлю, много работаю на природе. Природа самая ценная для меня, вдохновляет. И воздух свежий. Много сделано там всяких скульптур по России. А вот уже в 90-е годы я перешел на церковное искусство. То есть это иконостация, а потом уже совсем просто вот на графику, на духовную. Поздравить наших художников приехал Александр Борисович Стефанович, вице-президент Творческого Союза Художников России, организации, существующей параллельно с Союзом Художников. Художники, которые представлены на этой выставке, принадлежат к реалистическому направлению живописи. Мне это особенно близко. Я сам с художниками дружу давно. Много лет моим другом был Илья Сергеевич Глазунов. Сейчас я с Никасом Сафроном очень тесно общаюсь. Ну и с другими художниками. И сегодня я пришел для того, чтобы поздравить с праздником. Поздравляю всех художников. Выставка получилась замечательная. Все молодцы всех с таким замечательным праздником. К 75-летию нашего отделения Союза Художников был издан каталог, в котором более подробно написана история Сергея Посадского отделения. А также размещены фотографии работ. Ну а выставка традиционно продлится месяц. 75 лет – это так мало, потому что перед каждым из нас вечность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...